Друзья, всем привет! С вами я, Эдскрайбер, и сегодня у нас обзор Honor 8X. Это один из самых инновационных телефонов, как заявляет компания Honor, потому что линейка X именно так и позиционируется. На самом деле так и было. X5 был в металлик, хотя тогда не было так принято. X6 был с двумя камерами, и это было реально круто, и это были навороты на то время. X7, как вы помните, уже, наверное, более знакомый вам телефон, тоже был в отличном состоянии, и, наверное, это был самый доступный безрамочник на то время. Ну и сейчас X8, тоже инновационный. В чем, в каких моментах и аспектах, мы как раз сегодня с вами обязательно, друзья, посмотрим. Давайте вначале пройдем распаковочку и пойдем далее. Вот такая великолепная синяя коробочка, в принципе, ничего обычного. Зарядка, USB, скрепка, различные бумажки. Ну и, что приятно, положили чехол. Вот у меня чехол уже с такой пимпочкой уже приделанный, да, потому что он не мой. На этом комплектация, друзья, заканчивается. Неплохая комплектация, хотелось бы еще какой-то гарнитурки, еще каких-то наворотов, но, в принципе, и так неплохо, потому что даже у Meizu вообще даже чехла нет. Xiaomi, молодцы, уже должен чехол. И Honor за ними, можно сказать, идут вслед, тоже получается отлично. Далее по экрану. Экран здесь большущий, 6,5 дюймов, Full HD+, разрешение. Это IPS-матрица, соотношение сторон 19,9 и здесь 396 ppi. Для такого большого экрана это великолепное соотношение. Углы обзора и все остальное отличное. В принципе, яркость минимальная, максимальная тоже все на уровне. И обратите внимание, так можно спрятать монобровь и также можно ее вновь показать. По экрану проблем никаких нет. Это экран хороший, сочный такой. Если сильно к нему не придираться, то вообще нормальный, хороший экран, такого хорошего качества. Если сказать по деньгам, то действительно он стоит этих денег. LTE здесь в бендах 1, 3, 7, 8, 20, то есть великолепно. 3, 7, 20 есть. Wi-Fi 2, 4 Гц и также 5 Гц. То есть вы можете неплохо с него раздавать. Если у вас будет отличный 4G, отличный прием, то вы можете использовать его как великолепный роутер. Bluetooth 4.2, GPS и, друзья, здесь есть NFC. Наша любимая, как раз то, что нам иногда не хватает с вами. Android здесь 8, 8.1, EMUI 8.2. Жесты здесь, друзья, есть. Также есть симуляция, или можно сказать, но другая кнопка M-Back, в отличие от Meizu. Ну, в общем, Honor сами свою придумали кнопочку, точнее Huawei. И обратите внимание, как настраиваются здесь жесты. Вот проходим сюда, в меню, система и так далее. И вот здесь мы находим как раз таки жесты, кнопка M-Back, так называемая, и другие моменты. То есть жесты есть, в принципе, жесты работают все стандартно, все неплохо работает. Здесь никаких проблем в этом отношении нет. Камера здесь 20 Мп, основная F1.8 и на 2 Мп дополнительная, для того, чтобы создавать эффект в боке, ну и там для прочих плюшек и так далее. В принципе, камера неплохая, но хотелось бы получше. Она не самая лучшая за эти деньги. Мне кажется, у Redmi Note 7 будет камера, конечно, гораздо получше. На 16 Мп фронталочка F2.0. Основная камера снимает Full HD в 60 кадров в секунду. И это, кстати, очень круто. Slow-mo, 480 FPS в HD качестве. То есть это реально круто. На многих флагманах стоят такие фишки. И вот можно здесь сказать, что действительно Honor не обманула. Это инновационная фишка. И в бюджетниках или среднебюджетниках вот такой фишки вы не найдете. Фронтальная камера снимает Full HD качестве. Как раз сейчас посмотрим на примеры фото и видео. Так, погнали. Первое фото. Обратите внимание, увеличиваем. Делаем кроп небольшой такой. И смотрите, хорошо видно. То есть, но в начале, да, то есть обратите внимание, не видно даже знака. Но потом мы все увидели. Следующая фотография при очень хорошем освещении. Смотрите, здесь залито небо. Такая вот цветокоррекция приблизительно, да. Но вот увеличиваем. И мы не видим тот уровень детализации, который нам бы хотелось. Все-таки немножко начинает размываться. И обратите внимание, по правой стороне здесь даже появляются шумы. Здесь даже видно табличку. И можно приблизительно прочитать то, что на ней написано. Далее, следующая фотография. Контр-свет такой, заливающий в сугробы. Ну, вот такой уровень детализации. Следующая фотография будет сделана в HDR режиме. И обратите внимание, в HDR режиме, да, фотографии немножечко вот вытягивают HDR. Вот эти места. А даже бабушка, если честно, оставила такую же темную силуэтную, как она и была изначально. Поэтому HDR где-то помогает, но это не факт. Далее, пример, видео на основную камеру. Вот. И посмотрите на стабилизацию, да. Ну, ее просто здесь нету. Хотя она там где-то включается, возможно. Но, как бы, стабилизации здесь нету. И это, как бы, худо. Уже, в принципе, можно было научиться стабилизировать. И в этом плане вообще проблем бы не было никаких. Селфи-камера тоже не блещет. Обратите внимание на детализацию. Здесь, в принципе, она не очень. Это мы делаем контрсвет. То есть, солнце сзади находится. И вот мы делаем такую фотографию. То есть, есть какой-то род детализация, но понять пока невозможно. Цветокоррекция тоже такая стандартная себе. Конечно, что есть боке, а создается. То есть, фокус гуляет все-таки на этом телефоне в селфи-режиме. Ну, и вот полностью заливающий свет. Куча света, но детализации все равно не хватает. То есть, она просто-напросто не вытягивает. Возможно, Honor с следующим обновлением подтянут эту тему. Да, и, скорее всего, программу здесь нужно допилить. Здесь в линзах вроде бы все нормально. Друзья, так пишет фронталочка. Посмотрите, пожалуйста, звук. Мы тоже пишем непосредственно на телефон. И да, можно снимать вот такие влоги. Вот такие влоги. Очень интересно было протестировать этот телефон. Посмотреть, как он работает. В целом, все достаточно-достаточно неплохо. Далее, процессор здесь Kirin 710. Построенный по 12-нанометровому техпроцессору. Здесь ядра Cortex-A73 и Cortex-A53. Конечно, это реально маркетинговая фишка от компании Huawei. Почему? Потому что 710-й дракон, нам всем знакомый. Он, конечно, классный, великолепно справляется. Но Kirin 710 ему в некотором отношении уступает. Конкретно в чем, мы как раз с вами разберем сейчас попозже. Ну и точно такие же процессоры стоят на Honor 10 Lite и Huawei Mate 20 Lite. То есть это Huawei свои процессоры. И они, конечно, ставят их на свои телефоны. На других, если честно, фирмах я пока что их не замечал. Приблизительные конкуренты со стороны Snapdragon этому процессору. Это 660 и 710 дракон. Давайте вот сравним 710 дракон и Kirin 710. Вот такую сделаю небольшую табличку. И здесь обратите внимание, архитектура этих процессоров 64-битная. Здесь все нормально. Техпроцесс 10-нанометровый у Snap'а. У Kirin 12-нанометровый. Здесь он проигрывает. Число ядер и там, и там по 8. Тип ядра у Snapdragon Krio 360. Год у Kirin 710. Cortex A73 и A53. Здесь тоже видно, что Kirin 710 проигрывает. Ну и самое главное, графический процессор у Snapdragon Adreno 616. У Kirin IRM Mali-G51 MP3. И вот обратите внимание, мы ставим галочки на те моменты, где Kirin проигрывает. Действительно, он проигрывает, но в плане процессора, если брать саму процессорную скорость и так далее, то, знаете, хочется сказать, что Kirin очень хорошо поработали в этом отношении. И уже не так стыдно их ставить. Хотя вот в прошлом поколении, в X7 был 659-й Kirin, если не ошибаюсь. То, конечно же, он просто сливал 625-му Snapdragon. Но сейчас уже ситуация понемножечку выравнивается. И здесь Huawei работают, развиваются. Ну, не знаю, может пару-тройку лет, и действительно они уже выйдут на такой уровень, как Snapdragon. Действительно, тогда у Snapdragon не будет никаких козырей. Конечно, в первую очередь им нужно работать над своим видеоускорителем. Здесь он Mali-G51, как я уже отметил. И он не так хорошо тащит игры, как хотелось бы. Версии здесь есть 664, 6128. Оперативная память типа LPDDR4X. И можно установить microSD-карточку до 256 гигабайт. В принципе, очень хороший показатель. Давайте посмотрим, сколько эта комбинация выбивает в Antutu. Итак, у Antutu около 140 тысяч баллов выбивает. И это действительно, друзья, великолепно. Если обратите внимание вот на эту табличку, то вы можете увидеть, что процессор работает приблизительно одинаково. Хотя даже у Kirin здесь дела гораздо лучше. А вот видеоускоритель просто сливает в два раза приблизительно. Как раз-таки Adreno 616. Вот здесь действительно большой проигрыш в тестах Antutu. Итак, есть мини-джек. Это великолепно. Сканер отпечатков пальцев работает без проблем. Распознавание по лицу тоже все, в принципе, неплохо работает. Звук так себе средний, такой громкий. Но неплохой звук стандартный. Ничего сказать о нем плохого не могу. Ну и в наушниках все то же самое. Батарея здесь 3750 мАч. Один день нормально. Два дня это не точно. Учитываем, что здесь большущий экран. 6,5 дюймов. В общем, конкуренты этого телефона Meizu X8, Redmi Note 7, Honor 10 Lite. Отметим, что у Meizu и у Redmi нету NFC. А все-таки NFC-шка здесь есть. И это единственное, наверное, преимущество этого телефона по отношению к ним. Ценник. Ценник приблизительно в России около 19 тысяч рублей. На Али вы можете найти его младшую версию за 13 тысяч 900 рублей. Или же около 205 долларов. Ссылочки, друзья, будут в описании. Можете обратить внимание. Стоит ли телефон этих денег? Мне кажется, да. Стоит. Здесь есть необходимые моменты, которые решают все-таки в сторону Honor. Я вообще скептически относился к этому телефону. Потому что есть, в принципе, у Xiaomi выбор. Есть даже у Meizu выбор и так далее. Но здесь те вплюшки и фишки, которые необходимы некоторым людям. А в других телефонах этого нет. Прошу подписаться на этот канал. Поставить лайк этому видео. Сделать репост этого видео. Не забывайте про колокольчик. Всем хорошего настроения. А мы продолжаем. А пробежимся по внешним элементам этого телефона. Сверху датчики, разговорный динамик и фронтальная камера на 16 мегапиксель. Справа тройной сим-латок. И это действительно козырь этого телефона. Здесь можно установить две наносимки. Плюс microSD. Здесь все великолепно. Внизу мини-джек. Микрофон основной. MicroUSB, к сожалению. И основной динамик. А справа качелька громкости. И кнопка включения и выключения. Также здесь сразу же наклеена защитная пленка с завода. И это, кстати, классно. Потому что когда защитная пленка с завода, она клеится великолепно. Она очень хорошо смотрится. Не выделяется. Нет никаких широковатостей, выпуклостей и так далее. То есть она просто великолепно смотрится и без каких-либо проблем. Далее, с обратной стороны мы сверху видим камера на 2 мегапикселя вспомогательная. Также основная на 20 мегапикселей. Внизу вспышечка. Сверху микрофон для шумоподавления. Также мы видим сканер отпечатков пальцев, надпись Honor и это заднее стекло. То есть, смотрите, стекло сразу же идет у нас в среднем бюджетном сегменте от компании Honor. Да, это действительно великолепно. Плюсы и минусы этого телефона. Первый плюс я бы отметил, что здесь есть NFC. Второй плюс большой экран с минимальными рамками. Действительно он смотрится великолепно. Третий дизайн, но это, как говорится, по мне. Потому что все по-разному относятся к тому или иному моменту. Покрутите в руках, прежде чем покупать его. Четвертый, это тройной сим лоток. Из минусов я бы отметил, что здесь микро-USB. Все-таки мы уже перешли в тот век и компания Xiaomi нам показала, что да, можно в среднем бюджетнике дешевый. Можно ставить USB Type-C, наш любимый. И здесь его нет. Это очень и очень жаль. Второй минус, что здесь нет стабилизации видео. Ну и действительно, почему, друзья, можно назвать его инновационным. Я бы отметил здесь все-таки две фишки, которые, на мой взгляд, отличают его от среднего бюджета. Это то, что здесь стекло как сзади, так и спереди. И причем стекло великолепного качества. Мне оно очень понравилось. Смотрится действительно великолепно. Если вы такой консервативный человек, то лучше брать в черном варианте. Если вы какой-то молодежный человек, там и так далее, девушка, то вам подойдет красный или синий. Здесь действительно тоже будет смотреться все это очень великолепно. Друзья, вот такие выводы. С вами был я, Эдскрабер. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока и до новых обзоров.